здравствуйте мои дорогие друзья хоть сейчас еще и утро но пока я себя чувствую неплохо я решила с вами поговорить чтоб на завтра у вас было видео простите у меня болтается наверное немножко камера потому что вчера мой маленький штативчик удобненький вдруг сломался отломался такой маленький маленький кусочек и увы он теперь стоит на одну сторону нагибается мне пришлось взять сэлфи-палку подставить ее вернее под нее подушку и вот так вот я его держу потому что если держала в руке то он бы вообще у меня телефон смысле болтался вот сижу я у себя на такте которую одна зрительница оплевала сказала что же на такой такте стыдно спать ну в принципе может не так сказала но приблизительно а я на ней спала и буду спать потому что потому что мне удобно что на что я ее буду менять кровать у меня здесь не станет это будет а бы что да кто это честно кровать их то спит по моему никто все смотрит как бы на диван пристроиться правда ну может у кого-то есть у кого-то есть хорошие большие комнаты посредине стоит кровать это все конечно красиво может мне вот так вот поднять так будет лучше но неудобно мне сегодня пристроиться но я решила с вами поговорить потому что не знаю что будет завтра а что было девочки вчера вчера была суббота я прекрасно убралась в доме потому что выглянуло солнышко хотя такая морозная погодка но такое яркое солнце такое по весеннему хорошее настроение и я решила что надо мне начинать убираться по пылесосила помыла полы окна конечно еще не мыла но куда куда открывать окна еще холодно думаю пусть немножко потеплеет уже пол моего огорода растаяло как так быстро быстро представляете была такая гора снега а тут в игно выглянула смотрю уже асфальт виден так радостно радостно на душе что вот так тепло потом я решила снять видео для вас про свои кружки потому что кто-то у меня попросил и знаете я не могу говорить каждый раз кто это просит потому что там вот эти иерогли вы и надо включать тогда телевизор или девочки уже заговариваюсь компьютер для того чтобы увидеть там зайти потом на их страницу и посмотреть вот этот вот перевод а на телефоне почему-то походит пару человек только видно на русском остальное вот эти вот иероглифы но и нафига это все сделали я вообще не понимаю по телефону у меня почему-то не получается чтоб не заглянуть на канал моего подписчика или просто смотрящего записала я видео со своими кружками потом вспомнила когда закончила вспомнила что я не показала еще набор с цветными кружками и еще несколько кружек я не показала но я их собрала уже для того чтобы отдать оришки три кружки все потому что мишка постоянно их бьет я только на новый год им подарила красивую кружку вчера мне ариша сообщает что мишка ее разбил вот так вот вот такие вот пироги с костями я тут посмотрела три кружки которые когда-то я покупала так давно 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 одна прозрачная коричневая вторая от набора рыжая но я блюдцу подарила шмяку окружку отдам мишки вот и третья прозрачная прозрачная кружка с какими-то там рисунками ну вот думаю ненадолго ему хватит но значит кружки помыла и пойду думаю все я уже устала надо отдохнуть поела победала потому что позже уже часам к пяти уже есть нельзя вечером думаю все пойду уже посмотрю что там будет по телевизору я вот так вот уселась в уголочек на свой на свою такту включила телевизор и неприятностей ничего не предвещало и тут мне написала что-то орешков в телефоне я хотела ей отвечать и смотрю что что-то мой палец нажимает не на те буквы я попыталась удалить и писать на другой и смотрю меня что-то уже не том ариша там сразу забеспокоилась говорит ты что плохо тебя чувствуешь я говорю да только что чувствовала себя прекрасно замечательно все убрала все вымыла все сделала я говорю и что-то у меня глаза вроде смотрят а пальцы что-то шмякают совсем не то аришка сразу испугалась говорит это у тебя так было когда у тебя был инсульт это год назад ты тоже не могла на чего написать вот она мне звонит говорит заговори мне со мной я начинаю говорить и смотрю что у меня вроде бы слова получаются а вроде бы и нет ореха говорит все ложись я сейчас вызываю скорую сейчас приеду но я и не вставала ешь лежала но не лежала сидела вот так вот сидела на в уголочке на такте лежу вроде бы ничего но что-то уже как-то не не слава богу язык не ворочается могу говорить но говорю плохо ореха прилетела очень быстро взяла такси тем более она теперь здесь рядышком живет прилетела с мишкой вызвала по дороге скорую помощь они тоже было удивление приехали моментально моментально приехали спрашивают у меня как и что я смотрю говорю не знаю что-то у меня такое вот я говорю наверно давление подскочила мерят измеряют давление у меня давление 160 девочки при моем то 110 и чего но так поднялась мне так было нормально я особенно не перетрудилась чтоб я там упиралась попылесосила потёрла что я еще делал что я вчера еще делал а видео сняла ну и все и больше ничего там в компьютер залезла посмотрела как и что и вот сломалась у меня это самое мы штативчик маленький сломался я зашла в компьютер и заказала себе через вайбер там нашла дешевенький дешевенький такой как так такой же как у меня был потому что заглянула на алиэкспресс а на алиэкспресс он почему-то такой дорогой что это вообще кошмар раньше ведь 1x на алиэкспресс заказывала ученки еще прямо я язык заплетается что ли но короче быстро приехали померили давление сразу же мне в вену вкололи что-то потом вкололи в попу а что они мне еще делали а потом доктор сидел там что-то писал парень колол меня и мне говорят больницу поедем я говорю я вроде не теряла сознание ничего я говорю вижу слышу но как-то немножко не хорошо так вот мне и я говорю так сколько же у меня давление не говорят 160 я говорю ну так конечно должно быть плохо мне ну потом они второй раз уже не измеряли мне дали давление я не знаю что у меня там было они мне предложили сразу в больницу так солнышко повернулось и получилось у меня прямо на самом глазу по моему вот я говорю я в больницу не поеду они но подписывайте как-то сделать что видите солнечный лучик тут солнечный лучик и закон из двоих ну ладно где где есть там и будет потому что не туда не сюда круче вот если только вот так пусть будет хоть на щеке они в глазу это вася пришел короче аришка ну может поедешь я говорю нет я не поеду ореха позвонила вас дядя спасайте я не могу сидеть варе уголе приедь конечно он сказал что я приеду вот но мне дали подписать бумажки что я отказываюсь от больницы и уехали какое-то время я так сидела лежала вроде бы как бы давление наверное сбилась но что-то я своим новым тонометром совершенно не могу измерять давление совершенно не могу что с ним плохо очень слышу или я прижимаю его плохо к локтю потом уже позже позже уже измеряла уже было 120 и тут не прошло и полчаса ко мне приехала врач я так думаю что это с нашей поликлиники что еще и осталось до 90 копеек почти 3 килограмма о как хорошо дешевая картошка вот короче ясно ну и что и что девочки так я потом уже до вечера я отлежала потом уже поближе к вечеру вася приехал аришка шему позвонила дядя вася спасайте так и так гали плохо она одна а я не могу здесь сидеть целый день потому что там это самое сейчас максюшку привезут и мишка да мне конечно радость было что мне тут и орешка и мишка был говорит сейчас костя придет это самое голодный надо кормить девочки связи семья ей надо конечно заботиться но она со мной была она в одну секунду ко мне прилетела вот было было пока это было ли врачи потом пока они еще ушли пока пришла пришла прилетела тоже наверно на маши но ей дали дежурная врач не измеряла ничего ничего не слушала просто спросила как и что и сказала теперь бить пейте две таблетки я сказала хорошо но я так и не поняла как две мне и так до этого моя доктор участковая сказала чтоб я пила две таблетки уже от давления так мне что сказали пить две вечером и две дни и утром надо будет что-то это дело узнать но короче вечером я выпила две не знаю не знаю правильно сделано можете солнышко под прямо бежит за моим лицом прямо бежит за моим лицом и вот и не хочет я вот двигаю а не хочет она убегать на на лице их хоть выше хоть ниже хоть как угодно вот такая я перед вами сегодня пятнистая а вот потом аришка позвонила вася еще раз он сказал сейчас приеду потому что я уже здесь в городе все нормально короче за меня вчера очень волновались я напилась вечером таблеток но я поднялась уже потом вроде как будто уже и мой язык стал мне вниз и не закручиваться но я уже ничего не ела ничего не пила только выпила таблетки и легла легла заснула и в три часа меня разбудил шмяк выпускаю его на улицу все пришлось вставать выпускать потом я очень долго долго валялась потому что больше не могла заснуть и встала только в 9 пол девятого где-то ближе к 9 вот так вот неожиданно неожиданно у меня подскочила давление вот такое вот большое и это вот точно у меня вот так вот было когда у меня этот год назад был инсульт правда врачи не настаивали не настаивали чтоб я ехала в больницу ничего он только спросил поедете больницу я говорю нет не поеду уколы сделали на этом все правда врач когда пришла с поликлинике говорит а чего не поехали ягуря пошла раз поехала один день там пробыла и вернулась домой я говорю скорая помощь оказала мне лечение мне стало лучше зачем мне ехать в больницу для чего что там будет не дадут те же таблетки которые я принимаю дома и ну капельницы естественно поставили бы капельницы принципе я могу уже после походить на капельницы вот сейчас вот вот этот самый лед растает потому что уже хорошая вася пришел ходил за картошкой и это самое говорит жарко на улице очень но она и видно вот я села так неудобно что солнышко у меня в глаза говорит жарко а я утром открывала форточку у меня было ветер был сильный-сильный сильный-сильный был ветер жарко не было совершенно да вот а тогда когда я смотрела было там только лед такой вот блестящий папа среди улицы и шмяка пришел лежи лежал лежал утром уже со со мной вот такие вот пироги мои дорогие чтобы вы не думали что я куда-то пропала как будет дальше не знаю но сегодня с утра встала вроде бы как бы ничего вроде ничего но вроде и не очень но макияж сделала небольшой чтобы не пугать народ и села в уголочек вася там сидит рядышком вот сходил за картошкой сейчас наверное надо что-то пойти на обед сделать может картошки пожарить а ты ты не хочешь я его накормила блинами с творогом потому что у меня были блины я когда вот готовлю блины я всегда делаю так чтобы у меня в этом в морозилке были блинчики я готовлю побольше чтоб они на всякий случай на всякий случай были вот такой всякий случай произошел что не надо было ничего печь ничего готовить просто можно было достать положить я тебе мешаю смотреть да ясно подушки есть вот такие мои пироги так вот бывает и вот только лишь во вчерашний день девочки я уже начала задумываться о том что я так мечтаю лететь в египет лететь 9 часов и если вот такое может произойти то это очень страшно и я уже как бы то перестала над этим вопросом задумываться хотя может произойти все и за три часа лету может произойти и дома вот как это происходит бывает поэтому угадать нельзя нельзя угадать в наше жизнь на ведь солнышко уже на этой щеке еще немножко пока договорю солнышко уйдет другую но нож приятная правда приятное солнышко потому что весеннее да весеннее это вася уже пришел с магазина и присел к телевизору потому что я трендю а я но мне в лицо и мне нравится мне нравится потому что я очень люблю солнце я очень люблю тепло и тут сегодня мы с ним разговаривали я говорю слушай у нас берег есть у нас есть море какой-нибудь он говорит и же речка и говорит даже в мазурино в парке там скамеечки стоят можно посидеть но это ехать надо я не знаю сколько там остановок раз два три 4 5 6 да там далеко идти по моему 6 остановок надо ехать и там вот центра вот от этой от остановки там порядочно топать до берега последний раз я была на берегу это было очень очень давно очень но лет сорок точно и с тех пор я туда не ездила я только мне нравилось на море есть считает считает сколько сколько ты насчитал а вот это вот что здесь вот как губа не идти тут же тоже остановка но по требованию да вот так вот мои дорогие на этом все немножко с вами я поговорил уже немножко 20 минут вы извините что у меня вот так вот болталась камера потому что но невозможно одной рукой тем более этот палка это подпорка очень тоненькая не такая вот купленная давно давно все остальные даже не имею представления где они находятся у меня есть маленький штативчик но он такой вот вообще вот так усенький он его можно на дерево там на на палку на какую-то прицепить но его еще будет неудобно больше неудобно на кухне мне не хотелось сидеть с этим большим штативом поэтому вот что нашла к тому и телефоны прицепила но я надеюсь что через пару дней это придет ко мне это мой штативчик не знаю такой он хороший такой он удобный и маленький кусочек какой-то вот подпорочки какой-то отвалился бывает что такое расстройство все мои дорогие ой сейчас вообще уроню телефон пока